Здарова, ребятушки, меня зовут Сашка, вы на канале Князь ТВ, и сегодня у нас битва замков. Снова, снова произошло чудо на аккаунте Тунца, но перед этим давайте я вычитаю ваши комментарии под прошлым выпуском. Оставляйте больше, я радуюсь, радуюсь, когда эти вещи читаю. Хотелось бы, наверное, на какие-то ответить перед тем, как мы уже пойдем снимать-то видосянские. Кто рад, что Тунец быстро вышел, лепите лайки, да, я вас байчу на лайки, я лайкодрочер. И не забывайте для нас стандарт набирать под Тунцом 2000 лайков, в этот раз мы не смогли этого сделать. Давайте поднатужимся, поднапряжемся, 2000 лайков наберете, а сразу сяду снимать роллинг на Тунце, и там уже 8000 самоцветов и херва туча, короче, легендарных карт. Глупо обвинять ютубера в лайкодрочерстве, потому что он, сука, ютубер, это как бы его работа. Ладно, пошли читать комменты, потом я вам кое-что покажу на Тунце, вы офигеете, так же, как и я офигел. Так, так, ладно, при пожаре нажимать читать дальше, это все понятно, так, понятно, вы меня тут троллите за то, что я туплю, за то, что там у меня раста голимая, за то, что я там все через жопу делаю. Это понятно, ребятки. Если бы я делал все правильно, если бы я не рукожопил, не тупил, не оговаривался бы, вы бы меня не смотрели. Уж поверьте, вы меня смотрите, потому что я такой, какой я есть. В этом, наверное, и присутствует какая-то определенная фишка, ладно, вот. Ну, собственно, вот то, о чем тебе говорили про фею, ну, не актуальна она уже совершенно, а когда акса зреет для того, чтобы дальненькими ходить, она станет еще бесполезней. Возможно, ты прав, возможно, ты прав, но, понимаешь, на моем основном аккаунте фея, как тебе объяснить, она мне позволила очень быстро пройти АФ-волну. Потом многие на сервере АФ-волну, если это АФ-волна, подожди, я уже запутался, ну, поправите в комментариях, если я оговорился, как обычно. Многие на сервере, благодаря тактике с феей, прошли именно так, как я проходил АФ-волну. То есть, я очень много и долго долбил дальниками битвы гильдии фея мне помогала, она прокачана на моем основном аккаунте. И, наверное, из-за этого я взял и прокачал ее на Тунце, точнее, всунул ей хороший талант туда. Возможно, из-за этого, не знаю, скорее всего, мне фея не пригодится на Тунце, а может быть, пригодится. Поживем-увидим, но, как бы, суть, ты тут прав. И при чем, смотрите, без мата парень написал, адекватно, без всякой херни. И, респект и уважуха, то есть, мнение конструктивное. Вот за такие комментарии спасибо. Для этого нам нужна повторка Тунца, это да, ребятки, я не знаю, у меня Стрелок, Тунец, что-то в голове улетело. Больше Тунца, ну так лепите лайки, елки-палки. Тунца в президента, это все понятно. Так, князь на такой стиле лучше качать героя так. Хорошо, спасибо. Так, где-то тут были вообще интересные комментарии. Играю дольше, чем существует Тунец, каждый день захожу по несколько раз, Тунец меня обогнал уже. Героя не падает, нечем проходить, подземки, волки, волны, играю без дона, рандом ужасен. Я не знаю, дружище, что у тебя там так грустно, потому что самая большая проблема Тунца, то, что мне не хватает на фарминг этого Тунца. То есть, если бы я его фармил, как, допустим, основной аккаунт в свое время, я сейчас и основной аккаунт плохо фармлю, не успеваю. Но если бы я фармил 100%, то Тунец бы уже был, наверное, 1150, а не 98 или сколько у него сейчас. Так что, что-то ты делаешь неправильно, друг мой. Вот, повторка Тунца, понятно, князь, так, ага, 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 а вот, нравится вот этот вот комментарий, в принципе, отлично он подписался на ютубе, бездонатный. Вот мне нравится, там чувак, наверное, когда писал, сидел такой, вот так вот причмокивая, знаешь, писал такой, ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, вот примерно, наверное, он так писал. Ладно, бездонатный согласен, ты играешь на Тунце с нуля и добился такого сам? Нет, нет, ты не сам такого добился. Князь, тебя водили на лаву в гильдии, вступил, 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 вступил в топ гильдию с нуля, и ты считаешь это честно? Вот для таких придурков, реально, как ты, извиняюсь уже за выражение, я сто раз объяснял, вот, но те, кто не понимают, но они реально, наверное, придурки, извиняюсь за оскорбление. Объясняю, во-первых, вступай в хорошую гильдию, чтобы тебя тоже водили на лаву. Уже целая куча ребят отписывала в комментариях, у которых силы меньше, и они также спокойно фармят третью лаву. И только такие, как ты, сидят и кукарекают, потому что, судя по твоему комментарию, ты очень плохо можешь уживаться в нормальном коллективе. И таких придурков, как ты, неадекватных, никто никуда водить не будет и помогать не будет. Просто вступайте в хорошие гильдии. Постоянно на стриме появляется реклама гильдий, вы посматриваете, чекаете что-то у себя и вступаете. Очень много гильдий, которые берут игроков активных, адекватных, с маленькой силой. И, соответственно, им также помогают. В чем ваша проблема, я хер знает. Было бы таких, как вы, было бы даже 300 тысяч сил, и вы бы все равно фармили меса. Потому что, сука, вы общаться с людьми не умеете, друзей заводить не умеете, и адекватными людьми для вас быть, наверное, реально проблема. Ну, идем дальше. По поводу гильдии. То, что тунец вступил в топовую гильдию. Учи матчасть! Когда был... Понимаешь, диктатуся была создана после тунеца. Тунец был создан раньше, и диктатуся создавалась для тунеца. И диктатуся изначально не была топовой гильдией. Она со временем стала топовой гильдией и обогнала тунеца, грубо говоря, в развитии. Сейчас тунецу очень трудно находиться в диктатусе. Очень часто я поднимаю вопрос о том, чтобы тунеца вывести с диктатусе. Потому что битву гильдии на аккаунте тунеца питомцами фармить почти невозможно. Я могу вообще жестко на каждой битве гильдии просто просить ребят хороших из других гильдий снимать героев. Мне и так часто снимают героев, не всегда, но сами снимают. Я могу делать так, что мне будут снимать. Но как бы этого еще не делаю, еще не настолько нагло. Но скоро к этому, наверное, все дело придет. Потому что на тунеце невозможно фармить в топе таком высоком битву гильдии нормально. Вот просто невозможно. Нужно хотя бы качнуть дальников. И то, когда качнут дальников, будет пипец как сложно. Понимаешь? Нет, ты не понимаешь. Ты же кричишь о том, что тунец сразу вступил в топовую гильдию. Иди нахер. Идем дальше. Князь тебя водили на лаву. Ты вступил в топовую гильдию. Да, просто мозг. Создай твинк и без своих жополизов. Попробуй сыграть, как крестьяне играют. А не кукарекать, что ты такой крутой. Тунец, твой кал. Это коммерция обычная, а не показатель. Ах ты сука, какой же ты тупой, а? Я еще раз для тебя и для подобных, как ты, индивидуумов объясняю, что тунец на самом деле не крутой. У тунеца давно уже должно было быть 1150 силы. А не 98, как сейчас. Ты это, сука, можешь понять? Если бы я мог полноценно фармить тунца и уделять ему времени столько, сколько нужно, то он бы был еще намного круче. А если ты рукожоп, не умеешь общаться с людьми, не умеешь играть в команде, и не умеешь нормально фармить игру и просто тупо играть в игру, то это абсолютно твоя проблема. И свою зависть засунь себе куда-нибудь поглубже в задницу. Вот. Спасибо за комментарий. Идем дальше. Стрелку делать первую эволюцию. На каком уровне? На 180 или на 200? Ну там уже смотри сам. Я лично не могу ждать реально того момента. Понимаешь, на тунце еще нормально не пройдены подземки, и фармить героя до 200 уровня реально очень долго. Потому я не могу этого ждать. Я делаю эволюцию намного раньше. Все в зависимости от того, сколько у тебя времени, какие у тебя цели, возможности аккаунта и так далее. Ты тут уже должен решать, дружище, сам. Но если ты какого-то героя докачаешь до 200 уровня, и потом сделаешь эволюцию, получишь много книг. И на начальном уровне, если у тебя аккаунт, то эти книги тебе очень помогут. Потому что ты сможешь просто огромнейшее количество значков почета нафармить. И как бы так вот. Но качать героя до 200 уровня, ты будешь реально очень долго. Так, дальше по комментариям. Кто-то тут орет на пятой минуте и в 48 секунде. Так, рано тебе на АА идти. Кричать читер. Зачем 100ккг? Это немного. Я на 80 тысяч сил имел 240 тысячкг. Вот, блин. Вот и извращенец. Так, больше тунца. Покажите, пожалуйста, во время защиты, когда он проходит в волны, вылезет медуза. Так, тунца в президенты. Я со стрелком и без гарнизона АФ прошел. Старайся, Сашка. Расставь руны, там разбросы, и пройдется со стрелком все. Стрелок, кстати, когда АФ прошел, первые эвы был у меня. Слушай, дружище, я больше чем уверен. Ты сравниваешь свой аккаунт, там, какой-то в 250 тысяч силы, или какой-то аккаунт с чистой силой, там, где герои со второй эволюцией. Ты свой аккаунт сравниваешь с тунцом. Доброе утро, мой друг. Доброе утро. Так, дальше, дальше, дальше. Комментарии. Так, деда не бери, он слабый, только заряжает противников. Я тоже об этом думал. Кто хочет дохера. Ну, блин, у меня и Влад слабый. Он тоже, по идее, заряжает противников. Так, я на своем слабом АКе прошел АА. Если что, посмотри, понятно. Рекламируемся. Играют ссаных два года, один только Бигфут, Заклинательница, выпали. Вот прям вообще за два года, вот только два героя у тебя на аккаунте. Там ни паладины, ни черепы, ни варлоки, никто не падал. Тебя надо в книгу рекордов Гиннесса заносить. Дальше, 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 дальше. Туна, 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 Тунфиш. Так, тунца в президенты. Насливаем аккаунт Медивина и Зверского. Тунец топ-1 в битве замков. Ура! Да, я согласен, я согласен. Ребятки, определенно, Саша я случайно слил. Так, это понятно, это техподдержка, мой друг. Я не являюсь техподдержкой. Дальше. Тут еще есть один определенный момент. Можно зайти сюда на проверку. Так, и посмотрим, что здесь. Хуевый юмор. Ну, какой есть, такой есть. Быстро как-то аккаунт развивается. Да, подозрительно. Сука, какой же лайкососер. Пиздец, просто обсирает подписчиков сраным говном. Типа, петушки, кукарекаете. Срекаете, идите нахуй, сука. Тут же поставьте лайк, друзья. Ну, понимаешь, к друзьям я обращаюсь. Да, поставьте лайк, друзья. Ну, а по поводу кукарек... Что там? По поводу кукареканий и так далее. Ну, ты же сейчас сидишь, короче, и кукарекаешь. Ну, хоть бы... Ну, понимаешь, ты меня можешь опустить, просто написав сообщение свое без мата, аргументированно, указать на те вещи, где я не прав, и показать мою ничтожность. Это очень легко сделать. После таких комментариев у меня может настроение испортиться, я, возможно, что-то изменю. А вот такие высеры, ну, они никак не влияют. Я уже привык, я толстокожий. Так, понятно. Меня послали нахер. Так, эта херня... Так, понятно. Понятно. Та-та-та-та-та. Я не удивлен, что 100 тысяч кг, конечно же, ему помогают топ-игроки из гильдии. Помогают на третью лаву ходить, а то и на четвертую. Сука, томца на четвертую лаву! Ты серьезно? Сука, диванный эксперт. Как там самые быстро накапливаются... Как там самые быстро накапливаются? Хочешь, я тебе открою секрет? Тунец уже где-то... Почти неделю не фармит третью лаву. Я просто тупо по времени не успеваю. Вот просто тупо не успеваю по времени. Сейчас зайдем, у меня полные попытки. Я никак не могу собраться. И ты знаешь, видел, что, наверное, я на Вигеймерсе сейчас тоже не очень часто стримлю. И как бы, ну, задумайся, да, о смысле своего комментария. Ты же тупой хитрый пиздюк, Саня. Бань, как ты это за правду делаешь? Ай, слушай, ты там... Короче... Ладно, ну тут у меня просто нету слов. Как-то подозрительно быстро у меня 100 тысяч кг накопилось. Мне вот просто я свислоухово все кгшки отправляю по почте Тунцу. И вся диктатусе. Вы когда в диктатусе вступаете, там у каждого игрока он раз в неделю платит Тунцу 1000 кг. Отсылает, у вас такой возможности перекидывать ресурсы между игроками нету. Только у... В диктатусе есть. Потому вступайте в диктатусе. В диктатусе можно между друг другом перекидывать кгшки. У остальных игроков из игры такой возможности нету. А в диктатусе такая возможность есть. Понимаешь? И все раз в неделю каждый игрок обязан по 1000 кг пересылать Тунцу. Чтобы Тунец не честно играл. Понимаешь? Так. Понятно, понятно. Понятно, понятно. Давайте разрешаем. В принципе я обычно это и так делаю. Тут что-то я как бы не поспеваю за вами. Далее. Почему я не удаляю эти комментарии? Да мне как бы посрать. Меня просто улыбают эти люди. И плюс комментарии продвигают видео даже негативные. Под Лизу видно сразу. У меня нормальная гильдия и речь о твоего хозяина Кукарекане. А то, что ты перешел на личность, говорит о твоем бедлядском поведении и манере общения. Ах. А теперь давайте немножко внесем позитива в данное видео и поговорим уже непосредственно о Тунце. Фух. Тунец. Тунец, дамы и господа. Случаются чудеса и чудеса очередной раз случились на Тунце. Можете в комментариях писать о том, что это все нечестно. И мне разработчики прислали героя. А, тут там еще где-то был комментарий о том, что очень подозрительно, что у меня накопилось 8000 самоцветов. И, короче, походу меня еще обвиняют в том, что мне разработчики сюда самоцветы присылают. А знаете, что самое интересное? Мне разработчики самоцветы присылают. Правда, на основной аккаунт. Но я могу сделать так, чтобы мне присылали эти самоцветы на Тунца. Ну, разработчикам-то пофиг, куда там присылать 15-20 тысяч самоцветов в месяц. Я могу сделать это так, просто чтобы это присылали на Тунца. И буду с удовольствием смотреть, как у вас просто горят пердаки. Вот, от зависти, не знаю от чего. Но, как бы, ладно, на Тунца мне самому будет неинтересно, если сюда будут приходить самоцветы. Далее. Сижу я такой в игре, ничего себе не подозреваю. И просто зашел на Тунца. Там, как обычно, горит бесплатная попытка роллинга героев. Жмяк! И тут херак, короче! У-ху-ху-ху-ху! Фрея выпала! Я просто в шоке был. Я... Вот я слушаю вас о том, что вы два года играете, и вам ни хера герои не падают. Ну, я не знаю, ребят. Мне выпал стрелок. Это то чувство, понимаете, когда на аккаунте есть Фрея и стрелок, но нету черепа и варлок. Понимаете? Так что сегодня мы откроем эту Фрею. Откроем Фрею, посмотрим, какой там талант. И если вы набираете 2000 лайков, я снимаю, короче, роллинг. Я снимаю роллинг. И будет нам счастье. У-ху. Давайте откроем Фрею, посмотрим, что она из себя будет представлять. Короче, у меня тут сначала появились мысли по поводу того, что ёперный театр. И если Фрею даже на Тунце прокачать на вторую эволюцию, то она же там половина раз будет шатать. А потом вспомнил, что я нахожусь в топовой гильдии, и одной Фреи битвы гильдии я всё равно пройти не смогу. Вот. Так что вот такие вот дела. И плюс качать её, конечно, на вторую эволюцию, ну, просто очень долго. Если бы я вступил в более низкий топ, то, наверное, прокачанный на максимум Фреи я бы смог проходить битву гильдии. Ну, не одной, там бы ещё помогали какие-нибудь дальники, которые там без эволюции или с первой эволюции. Но Фрея была бы, конечно, решающим героем. Но в том топе, в котором я сейчас нахожусь, это гильдия Диктатусе. Замок гильдии. Нет. Хаб гильдии, да? Участник. Что у нас тут получается? О, уранчик, уранчик. О, посмотрите, уранчик фармит игру. У него вообще 212 тысяч силы. Так, ребятки, если чё, в Диктатусе вступаем. 19 место в топе по силе. Ну, это жёстко. Это жёстко. Кстати, сегодня... Приходите вечером на стрим. Я буду проходить битву гильдии на Тунце. Так что всех жду на огонёк. Дальше у нас что получается? Дальше... Да, и не забываем, да, то, что я сейчас снимаю видос с Android-эмулятора под названием Bluestack N. Ссылка в описании. А, суперинтеграция. Я просто бог маркетинга. Блин, смотрим, короче, на... Фрейо! Сука, сожил я 1.8. О, у меня ещё ремка 3-я висит. Ага. Это, наверное, Женька выйдал. Ремку 3-ю надо... Кому-то ремку 3-ю, подожди. Так, у нас 5-я стоит на Купидоне. На рейсе 3-я ремка Трианта у меня появился. Трианта. Да, у меня есть Триант. Давайте. Или Валя. Нет. Нужен... Дальниками мне нужен будет Триант. Короче, ему пока что ставлю. Валя как бы... Ничего, я уверен, я на Пунца Афину выбью. Так, и здесь давайте разочек рольнем. Разочек... Ладно, что у меня по кулакам? Шо у меня по кулакам? Шо у меня по кулакам? Купить обмен славы. Так, здесь нет карт. 13 тысяч. 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 В принципе. В принципе. Короче, ну, герой крутой. Я думаю, он заслуживает того, чтобы я открыл коробку таланта 5 уровня. Как вы считаете, дамы и господа? Я думаю, что он реально заслуживает. Я хочу на Фрею... Выпадет бог войны. Я ей влеплю бог войны. Вот бастион или бог войны. Короче, вот... Что-то вот такое вот... Чтоб она наносила урон. Вот шоб она наносила урон. Конечно, идеально, наверное, будет бастиончик выбить. Идеально будет бастиончик выбить. Так. Здесь у нас из удачного сундука, конечно же, коробка не выпадет. Это все понятно. Так, что у нас здесь по... Вот этим вот... Ни одной ремке. Сволочь такая. Это сундуки гиль... Короче, давайте коробку покупаем. Я решился. Просто взяла... Взяла, Фрея выпала. На тунце. Это... Это очень круто. Это очень круто. Битва гильдий. Буффало, Викенд. Борцы светлые. Так, дальше. Заходим сюда. Ну что, пожелайте мне удачи. Нет, выберите предмет. Давай! Ну за что? Ну за что? Вот за что, рандом. Ну скажи мне, за что? Ну не буду я больше читать эти гневные, неадекватные комментарии под видео. Я не буду о них больше снимать видосы и на них отвечать. Ну вот за что? Ну... Карма! Просто вот, вот как. Ну вот как. Такое могло случиться. Как такое могло произойти. Короче, по идее на допа надо поставить. Может на допа из принципов суметь. Можно Фрей на первое время? Не буду я, короче, Фрей кидать. А вот сюда всуну, мне пофиг. Короче, вот так вот. Вот такой вот я. Жесткий. Ладно, друзья. Все равно, Фрей, главное, что есть герой. А талант это уже вещь, которая, ну и так и так появится. У нас 9000 самоцветов накоплено. И давайте лепим лайки. 2000 лайков набираете. И я сажусь за съемку следующего видео про Тунца. Извините меня за бомбеж, но просто иногда накипает. И просто уже, как бы, злость берет свое. Всем удачи и пока.